Продолжаем тему эгрегоров. Немножко, будем говорить, произошла перезагрузка у нас для того, чтобы более энергично нам с вами начинать работать. В праздники все ушли, предыдущие праздники еще далековато, поэтому начинаем с вами работать. Эгрегорная система. В прошлый раз мы остановились на эгрегоре социальном, это денежном эгрегоре, и мы говорили, что есть эгрегоры вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные это в основном социальные эгрегоры, а вертикальные это космические эгрегоры. Поэтому социальные, они более слабее, чем космические. Почему? Потому что любой социальный эгрегор попадает под какой-то другой социальный эгрегор и прилично давит на человека. И человеку надо выбирать, под какой эгрегор он попадает. Попадает или попадает, или самостоятельно, как из него выйти и прочее, прочее. Мы будем говорить немножечко, чуть попозже. Но тем не менее, эгрегоров масса, много, особенно социальных и все остальное. Сегодня мы поговорим про космический эгрегор. Один из них, космический эгрегор. То есть космический эгрегор может регулировать, будем говорить, и может вытащить вас от зависимости от социального эгрегора. В зависимости служить можно, чтобы помощь была именно тоже очень неплохо. Почему? Потому что, например, космический, ой, не космический, социальный эгрегор денежный, он идет. Чтобы не зависеть от денег, каким образом это надо поступать, мы с вами немножко разговаривали. Поэтому, если вы развиваетесь духовно, иногда можно, духовный эгрегор, это космический эгрегор, эгрегор любви, космический эгрегор, эгрегор магии. Опять тут тоненькое расторжествление есть, но тем не менее, это тоже выходит из-под, будем говорить, больше идут вертикальные энергообмены. Поэтому эти эгрегоры могут, будем говорить, они более сильнее, чем социальные эгрегоры. Поэтому мы поговорим про эгрегор сегодня любви. Что это такое? Ну, это одна из самых мощных эгрегоров. Почему? Потому что один из этих эгрегоров, вот, как вам объяснить, вот, есть, когда эгрегор большой, потом поменьше, 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 они как матрешки собираются внутри. То есть, один основной эгрегор, и туда идут иногда и социальные. Ну, например, вот, космический эгрегор, который идёт духовный эгрегор. Духовный эгрегор. То есть, духовный эгрегор – это думать о духе человека. Это не религиозный эгрегор. Это думать о духе, даже не о душе, а именно о духе. Дух – умный эгрегор. И поэтому в него могут входить и религиозные все эгрегоры, которые могут быть, и самотворческие эгрегоры. Все, которые вот связаны с духом, душой, они могут входить именно в этот эгрегор. И они могут усиливать его. Но они идут вертикально. То есть, если по эгрегорной, вернее, по иерархии, космические эгрегоры, ну, будем говорить, намного сильнее и намного выше на ступеньстве, чем социальные. Но, тем не менее, социальные подкармливают точно так же и духовных эгрегоров, вернее, космические эгрегоры. Так вот, один из эгрегоров, например, духовных, в него входит тоже космический эгрегор – эгрегор любви. Что такое эгрегор любви? Это мы учимся любить. Это энергия. Энергия, которая, ну, будем говорить так, созидает. Созидает и которая делает нас лучше, чище. И подготавливает, будем говорить, каким-то духовным направлением дух. Так вот, есть эгрегор любви делится на… Он вообще космический, но внутри него находится эгрегор эгоизма. И эгрегор, будем говорить так, более чистый. Такой, ну, если сравнить, вот, это есть эгрегор эгоизма, эгоистической любви, есть эгрегор любви более чистой, которая отдает и которая насыщает. Если посмотреть, ну, с точки зрения, например, организма, да, есть кровь бенозная и есть кровь артериальная. Артериальная она насыщает. То есть эгрегор любви, он должен нам давать энергию. Давать энергию для того, чтобы мы были, будем говорить, чище, лучше, более активно работали и все остальное. То есть силы дает. А эгрегор эгоистичный – это венозная кровь. Есть артериальная, вот эгрегор артериальный, есть венозная. Венозная любовь, венозная, которая идет, ну, образ идет, это идет эгоистично. То есть эгоистичная, она что делает? Она удаляет, она удаляет из организма все, что ненужное. Венозная кровь удаляет точно так же. И венозная любовь, она удаляет. Есть эгоистичная любовь, то есть когда люди любят есть, эта любовь все равно, но она что-то требует от себя. Если артериально, наоборот, насыщает и не дает ничего, не требует ничего в обмен, то венозная, она требует обязательно, потребность есть в том, например, ревнивый, чтобы ты был рядом, чтобы ты что-то делал для этого, что ты мне очень нужен для чего-то в этом отношении. И вот эта венозная любовь, она бывает ко всему, будем говорить так. Это и к партнерам, это и к детям, это и к животным, все остальное есть. Мы должны отдавать, отдавать, и тогда у нас любовь будет нас очищать, насыщать. Это вот такая вот система. Поэтому у нас космос, эгрегор любви, он учит этому. Ну и нас надо где-то почистить. Поэтому эгрегор очистительный от эгоизма, он входит в эгрегор основной, основной космической любви. Так вот, вот этот эгрегор, который учит, будем говорить так, любви, он идет в любовь, каждый раз у человека какая-то любовь возникает у каждого по-разному. У кого-то идет к партнеру, у кого-то идет к детям только, у кого-то к внукам, у кого-то идет к родине, у кого-то идет к своей профессии, обожает профессию, у кого-то к животным. Мы это можем наблюдать. Есть люди, которые обожают животных, они могут собирать их, все время плакать над ними, созидать или там опять жалость и, будем говорить, сострадание. Разные вещи, конечно, но, тем не менее, к животным по-разному относятся. И поэтому здесь тоже животного больше любят, чем, например, вот есть я больше люблю животного, чем человека. Я видела людей, которые, ну, будем говорить, к животным великолепно относятся, но очень плохо относятся к своим партнерам по браку, могут быть такое. То есть для них больше вот именно вот такая любовь к животным. Почему? Считается, что животное более преданное, более преданное. Но здесь работает человеческий фактор в любом случае. Почему? Потому что животное, ну, может быть и шкодливым, и все остальное, все равно люди любят вот эти животные. Мы учимся любить. Мы учимся любить на этом примере. Но опять, есть и к животным, будем говорить так, потребительская вещь в этом отношении. Есть и к партнеру потребительская, и к детям есть потребительская. То есть то, что я тебе, ты мне, я тебя люблю, я тебе что-то для этого делаю, и я хочу от тебя иметь хотя бы стакан воды, при слове ты, к старости. Но это уже, будем говорить так, отдельная история. Поэтому эгрегор люби, мы учимся любить. И вот эта любовь, которая у нас идет, земная любовь, это есть, она более приближена к социальной. Почему? Потому что там включается социальный эгрегор, и человеческий фактор включается. Мы учимся, будем говорить, на страданиях своих. Почему? Потому что, как правило, мы кого-то начинаем любить, а он может от нас отворачиваться. Он может нам не давать того, как правило, не давать того, что мы хотели бы от него получить. И некоторые говорят, да, я любила, вся отдала своему ребенку, я так его любила и все остальное. А он повернулся ко мне попой. Не звонит, не хочет со мной разговаривать, не видит все остальное. Под этими аспектами очень много причин. Это не обязательно именно вот эта любовь, почему там кармические есть какие-то узлы. Там есть и неправильная позиция, например, одного и второго человека, иногда прошлое воплощение, ну и так далее. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, это надо рассматривать иногда карту и все остальное. Самое основное, что вот этот эгрегор любви мы учимся любить, будем говорить, отдавая, не требуя ничего в обмен. Почему? Потому что нас высшие силы эгрегор любви любит просто так. Да, мы даем вот это, он учит нас любить, учит любить, чтобы мы стали, будем говорить, тоже вот эту чистую энергию в него вливали. Да, можно сказать, что мы в него вливаем, а он, будем говорить так, этим питается. Пускай даже так, он нас подготавливает, именно дух, духовный эгрегор, эгрегор любви входит в духовный эгрегор. Он нас подготавливает, чистота духа. Так, поэтому вот эта любовь, которая идет, она, идут ситуации, идут ситуации с партнерами, с детьми идут ситуации. И если все хорошо, если все нормально, хорошо, внутри, в первую очередь, надо посмотреть внутри. Можете ли вы, например, отпустить своего партнера, если он считает, что ему будет лучше одному, например, или с кем-то? Попробуйте, конечно, будет болеть. Конечно, мы не готовы к этому. Почему? Потому что здесь мы хотим быть рядом с ним. Именно мы хотим, именно отталкиваемся от этого. Мы хотим, чтобы он был с нашими детьми. Хотя, в принципе, можно выстроить отношения так, что этот человек, которого мы отпускаем, он все равно будет с людьми, а с детьми. Но это будет выбор его, в основном. Выбор договора, выстроить отношения и все остальное. То же самое, как, например, идет любовь к родине. Поэтому, когда мы, понимаете, вот дело в том, любовь к родителям тоже. Мы можем родителей знать, что они есть. Все. Любить мы, ну, вроде любим, вроде можем позвонить раз в три месяца, может быть, еще как-то. То есть, вроде бы, может, денежки отправили, может быть, где-то заехали, и все. Но дело в том, что, ну, жизнь так устраивает, что мы теряем этих людей. Теряем, и после этого мы понимаем, что это было самое ценное, которое могло быть. И нам, в принципе, мы им просто не додали. Не додали той любви, которую они или ждали от нас, или могли эту любовь дать. Именно вот здесь вот. Поэтому, наверное, так устроен человек, извиняюсь. Наверное, так устроен человек, что когда человек теряет что-то, он только это оценивает. То же самое, как и с родиной, понимаете. Тоже кажется, что где-то лучше, и все остальное. А есть такая точка родины, вот, где вы выросли, где вы жили, и все остальное. Это тоже очень, да, говорят некоторые, да, нам лучше куда-то уехать, все остальное, это родина. Но когда человек уезжает, есть тоска по родине. Есть тоска по родине. Почему? Потому что это ваше родное. Это не значит, что если вы уехали, вы где-то не любите родину. Вы можете любить ее родину. Ругать не надо. Ругать не надо. То же самое, как родители. Вы ругаете, а когда вы теряете, вы понимаете, что это есть хорошее и лучшее. Поэтому здесь тоже может быть очень много нюансов. И могут быть ситуации, которые вы можете потом оценить. Мой любимый анекдот рассказываю. Один человек умер, и попал в рай. Попал в рай, ходит, все красивенько, яблочки, хюринчики, ангелочки. Все поют, красивая музыка, запахи, бабочки летают. Все великолепно, все хорошо. Месяца два побыл, ему скучно стало. Подошел к Архангелу и говорит, слушайте, а я могу посмотреть, что такое ад? Рай, я уже увидел. Говорит, я могу путевку выписать. Да, давайте, если есть такая возможность, да, ну давайте на две недели я вам выпишу путевку. Съездите, посмотрите, что такое ад. Выписали путевку и его отвезли. Смотрит ворота, такие украшенные цветами, такие красивые ворота. Открывается ворота, а там гулянка на всю мощь идет. Девочки, кальяны, танцы, музыка громкая, выпивают, покуривают, там все. Человек два, две недели провел, он говорит так, беседе. Понравилось все. Ну, закончилось все это, его назад, его назад. И точно так же его привезли назад, и опять же начинаются яблочки, все тихо, спокойно, музыка красивая, ручейки журчат, заливные луга и прочее, прочее. И он подходит к Архангелу и говорит, вы знаете, говорит, а нельзя вообще мне вату ехать, поэтому, на все время. Он говорит, ну ты понимаешь, что ты вернуться уже не сможешь. Почему? Потому что это уже точно. Он говорит, да я согласен, поэтому. Ну согласен, согласен, его повезли назад. Подъезжает, а там ворота, такие обшкарбанные, поэтому там поломанные какие-то. Открываются ворота, а там черт уже стоит, в сковородке масло шипит. Будем говорить, так, сзади костерок. Он говорит, как? Поэтому было же совсем другое. А черт ему говорит, ты же не путай, ПМЖ с туризмом. Так и здесь, когда мы теряем что-то, поэтому мы можем оценить, что это было классно. Точно так же, как и с семьей. Вот семью тоже надо любить, понимаете? И тоже понять, что одно дело, когда вы ухаживаете за женщиной, и когда она ваша жена. Поэтому это разные, разные, будем говорить, сферы, где человек может проявляться. Почему? Потому что, поэтому, с моей точки зрения, немножечко надо пожить гражданским браком. Поэтому какое-то время провериться, где моя версия семьи. Я всегда говорю, три месяца ухаживаешь, три месяца пожить, на один холодильник посмотреть, а потом можно расписываться. Почему? Потому что, ну, там тоже есть многие нюансы. Поэтому, вот когда вы можете потерять эту женщину, или мужчину можете потерять, сравнение идёт. И вы можете понять, что вы этого человека любили. Да, просто, ну, в разных сферах это были. Вот потеря, потеря, потеря родителей, потеря родины, потеря это самое. Оно проявляет, когда вы теряете, она проявляет всё самое лучшее. Вы вспоминаете всё самое лучшее. Но вернуть тоже практически нельзя. Поэтому, ну, немножко оговорюсь. Вот родителям надо, наверное, всё-таки сейчас уделять внимание, будем говорить так, потому что все мы смертны. И когда-то родители уходят. И чтобы вам не было, будем говорить, больно от того, чтобы вы не додали той любви, которую вы могли именно этим родителям дать. Так вот, эгрегор любви. Эгрегор чистоты. Эгрегор, будем говорить, энергии чистой. Ещё, не знаю, где-то у меня в роликах это есть. И я встречала очень, ну, будем говорить, раза четыре или пять на моих консультациях рассказывали. Именно вот то, что я сейчас расскажу именно вам. Как это можно, человек может почувствовать именно вот энергию любви, именно космической любви, которая даётся, чтобы для сравнения. Так вот, я расскажу, как это было. Я помню ещё давным-давно троллейбус, общественный транспорт. Народу совсем немного было. То ли обед был, то ли, может быть, перед обеденное время. Я даже помню остановку, с которой мы тронулись, поехали. И буквально на, наверное, секунд десять, самое большее, это поток любви на меня спустился, пошёл. Поэтому это никакая не медитация, ничего. Поэтому это не объяснить словами, это надо почувствовать. Просто для сравнения, для сравнения, вот, например, я очень люблю своих детей, внуков очень люблю в этом отношении. Ну, больше нельзя любить, как я люблю. И это такая, понимаете, вот есть богатый человек, а есть нищий человек. Вот наша любовь, которая очень сильно считается, всё остальное, она нищая. Против той, которую тебе даёт этот эгрегор. Эгрегор от любви. Поэтому нам ещё учиться, учиться и учиться у этого эгрегора. Поэтому надо где-то, ну, есть такое выражение, учат, почему эгрегор любви. Эгрегор любви, говорят, надо научиться любить себя, потом ты будешь любить других людей. И некоторые возмущаются, ну, как это себя любить? Да, потому что мы являемся составная космоса, мы частичка космоса. Если мы частичку начинаем любить, мы уже начинаем делать действия по отношению к эгрегору любви. Мы начинаем любить целое уже постепенно, потому что мы являемся частички целого. Но это уже более глубинная эзотерика и всё остальное. Поэтому энергия любви космической – это очень сильная вещь, которая может вам помочь и защитит вас очень часто от воздействия тех эгрегоров, которые работают на социальном плане. Именно эгрегоров-вампиров. Это не все эгрегоры, я не могу сказать, потому что есть хорошие эгрегоры, есть эгрегоры-вампиры, есть чёрные эгрегоры, есть разные эгрегоры. Поэтому вот здесь идёт именно вот от эгрегоров-вампиров, или которые вас привязывают к себе и из которых вы выбраться не можете. Это вот отсюда идёт. Так, следующий эгрегор у нас будет эгрегор духовный. Тоже туда входит, вот духовный – это общий эгрегор, туда входит эгрегор любви, входит эгрегор религии, тоже входит туда религиозные эгрегоры. Поэтому, но это они как бы в подчинении идут в этом. Религиозные эгрегоры – это социальные эгрегоры. Они входят именно в религиозный, духовный, вернее, не религиозный, а духовный эгрегор. Поэтому чуть попозже мы поговорим про этот эгрегор религиозный. Продолжение следует...